Привет! Сегодня мы будем сравнивать два автомобиля. Это Toyota Passa предыдущего поколения и Toyota Passa поколения текущего. Машины похожи в чем-то, в чем-то они отличаются. Эта машинка выглядит посвежее, эта машина примелькалась уже на наших дорогах. У каждой из этих машин есть свои отличительные черты. Ну и начну я рассказывать про автомобиль предыдущего поколения. Данный автомобиль 2009 года выпуска, данную модель выпускали до 2010 года. Обратите внимание, капот у нее достаточно ровный по сравнению с новым поколением, где есть определенные выпуклости возле фары. Здесь капот ровный. Посмотрите на решетку радиатора и на бампер. Решетка радиатора очень сильно похожа на решетку машины нового поколения. Плюс здесь есть вот такие места для противотуманочек. В новой машине этого нет. То есть, по передку мы видим сразу несколько отличий. Капот другой формы, бампер другой формы, решетка в принципе очень-очень похожа. Ну и фары. А фары здесь с более острыми углами. На новой машине они более закругленные. Ну, в общем, эта машинка, она уже практически всем известна. Все ее узнают, все знают, что это Toyota Passa. Ну, что еще? По дискам. Ну, диски здесь конкретно литые. Как бы это можно поменять, да, самому там стальные поставить. Размер тоже можно варьировать как-то. Но, если пройтись еще по каким-то таким отличительным чертам, да, обратите внимание на зеркала. Вот лучше показать с этой стороны. Зеркала на машине 2009 года, они чуть-чуть поменьше размером. То есть, чуть позже, когда вы обратите внимание на зеркала новой машины, там будет видно, что они чуть-чуть побольше. То есть, здесь они немного меньше размера. Но, в принципе, они здесь тоже удобные. Никакого дискомфорта не доставляет. Ну, идем дальше. Задняя часть автомобиля, ну, то же самое, она достаточно узнаваема. Форма фар такая тоже достаточно резаная такая, ну, угловатая, да, даже вот в этих местах, внизу, вверху. Вот. Кстати, здесь обычные лампочки стоят в фонарях. На новой машине все немножко по-другому. Ну, и давайте сразу посмотрим, что в багажнике у этого автомобиля. Здесь, конкретно у этой машины сиденье второго ряда, оно раскладывается по частям. Часто встречаются комплектации, у которых сиденье это складывается одной лавкой. То есть, оно вообще не имеет никакого разделения. Вот. Обратите внимание на объем багажника. Какое он, расстояние от задней стенки до самого сиденья. Ну, вот. Чтобы потом вам можно было лучше понять, что представляет себя машина в новом поколении. Место под полом. Запасочка здесь. Денократ. Обратите внимание, как это все выглядит. Потом будете сравнивать уже с новой машиной. Сюда тоже стоит посмотреть. В этой машине у нас здесь тканевое покрытие. Ну, и там тоже. Вот такой багажник у этого автомобиля. То есть, мы пробежались по передней части машины, по задней части, по боковинке и по багажнику. Ну, и сейчас посмотрим, как эта машина выглядит внутри. Ну, и посмотрим, как будет чувствовать себя пассажир на заднем сиденье. Вот я сейчас присяду. Мой рост 180 сантиметров. Сиденье водителя, оно не до конца отодвинуто назад. Если бы я туда сел, за руль, я бы немножко его вперед пододвинул. Ну, а так. Сама посадка достаточно удобная. До потолка еще далеко. Часто бывает, что подголовник, вот этот, мешает спине сидеть. Здесь он на достаточно такой приятной высоте, что он не упирается в спину и сидеть удобно. То есть, посмотрите, да? Вот я сижу в спине удобно. Немножко не хватает длины вот этой подушки. Немножко не хватает. Вот. Ну, и, как видите, коленями я задеваю сиденье, но я ими не упираюсь. То есть, там есть специальное, видите, как место, такая пустота. Чтобы вот на тот случай, если у вас длинные ноги, то дискомфорта никакого не будет. Но, опять же, чаще всего на таких машинах ездят девушки, но они небольшого роста. Поэтому сиденье будет отодвинуто гораздо сильнее вперед. И даже рослому водителю, пассажиру, здесь будет достаточно комфортно. Вот. Плюс еще что, здесь можно подрегулировать сиденье. Так, вот, немножко выше сделать спинку, видите, как вот разница. Ну, и посадка такая более ровная становится. Вот. Ну, на дальнее расстояние, конечно, не очень удобно будет так сидеть долго. Но багажник будет больше в объеме. Вот. Ну что, идем дальше. Посмотрим, что спереди. Кстати, обратите внимание, очень важный момент на расположение дверных ручек. Вот на задней двери она здесь находится. Достаточно удобное место. Потому что, когда мы дойдем до новой машины, вы поймете, почему я об этом вообще заговорил. Ну, и место водителя. Ну, просто посмотрите, как оно выглядит. Сейчас я туда присяду. Когда садишься в Toyota Passa предыдущего поколения, то возникает ощущение, что автомобиль, ну, такой бюджетненький. Вот. То есть, ну, машины сами по себе, конечно, дешевые. Вот. И тут и материалы такие соответствующие. Как бы все сделано нормально, все под рукой. Пластик, конечно же, дубовый здесь. Вот. Но, все-таки, какое-то такое ощущение есть, что ты сидишь все-таки в дешевой машине. Вот. Что здесь у нас имеется? Особенностью Toyota Passa этого поколения было то, что здесь диванчик такой спереди. Он разделен, но если вот вровень все сделать, то получается такой диванчик. Вот. Ну, можно даже, наверное, шестером в этой машине ездить. Конечно, все будет некомфортно, но если уж сильно надо. Плюс здесь есть подлокотничек такой достаточно широкий. Здесь есть вместительная ниша такая для разной мелочевки. Вот. В принципе, здесь сидеть удобно, но как таковой боковой поддержки здесь нет. То есть, на тех же автомобилях Honda здесь явно выраженная боковая поддержка на сиденьях. Но у автомобилей в Toyota с этим как-то попроще. Особенно в Toyota Passa. Вот. В Toyota Vitz как бы это более-менее как-то присутствует. Здесь с этим, ну, вообще так тяжело. Но, опять же, машина не для гонок, поэтому, в принципе, без этого можно обойтись. Еще одна особенность этой машины. Руль регулируется по высоте, и спидометр вместе с рулем вверх-вниз гуляет. Ну, вот так вот. Ну, что еще? Здесь, в принципе, все удобно расположено. И, кстати, да, вот ручка еще. Вот здесь ручка тоже достаточно удобно расположена. Ее удобно брать под стаканчик. Как кнопки для стекол, для регулировки стекол. В общем, дверь здесь удобно закрывать. Вот. Ну, а на передней панели магнитофончик. Конкретно здесь, то есть, его легко можно заменить на монитор. Здесь место позволяет. Вот. Управление климатом в машине тоже на удобном месте. Большое количество разных подстаканчиков и мест для мелочевки. Есть вот такое место для разных бумаг, уже для больших каких-то вещей. И есть вот такой вот бардачок. Вот у всех Toyota Pass, он так немножко хлипеньким выглядит. Но бардачок здесь имеется. В общем, вот такой салон Toyota Pass. Салон Toyota Pass 2009 года. Немножко, если по нему подытожить, то, когда садишься в эту машину, создается ощущение какой-то бюджетности. Но машина, она и есть дешевая. Вот. Здесь нет каких-то излишеств. Все только самое необходимое. Вот. Кстати, по шумоизоляции. У машины предыдущего поколения, машины нового поколения, шумоизоляция практически никак не отличается. Вот в новой машине, ну, совсем чуть-чуть, может быть, там, буквально, если в процентном соотношении как-то брать, то, да, там, ну, процент на два, на три, наверное, лучше шумоизоляция в новой машине. Вот. А так, в принципе, одинаково. Ну, конечно же, ее здесь не хватает. Ну, опять же, повторюсь, снова машина недорогая, поэтому такие вещи мы можем этому автомобилю простить. Вот. Ну, и сейчас посмотрим, что из себя представляет Toyota Pass'а нового поколения, и будем потом уже делать выводы. Toyota Pass'а в новом поколении имеет узнаваемый внешний вид. Конечно же, изменилась оптика, как передняя, так и задняя. Машинка стала более обтекаемая, фары такие закругленные уже стали. Ну, лично на мой взгляд, этот кузов поинтереснее, конечно, выглядит, более современно. Ну, и, как я уже сказал, здесь форма капота иная, то есть она с изгибами. Вот такие интересные черты появились у машины. Вот. Решетка радиатора здесь, в принципе, ну, ну, конечно, не такая же бампер здесь, другой полностью, но очень похоже все. Ну, вот. Здесь нет мест для противотуманных фар, как есть на предыдущей машине. Ну, вот. Ну, вот такой, в общем, у нас передок у Pass'а нового кузова. Ну, идем дальше. Сбоку у нас, вот, кстати, про зеркала я говорил, да, посмотрите, зеркала здесь чуть-чуть побольше, за счет того, что они шире. Вот, у основания. То есть именно высота стекла, она больше. Ну, это же, конечно, плюс. То есть вы просто будете лучше контролировать ситуацию на дороге, будете больше видеть, что там сзади происходит. Ну, вот. Ну, здесь, как бы, конечно, есть по боковинкам отличительные черты. То есть просто форма кузова, она немножко другая. Изгибы металла чуть-чуть отличаются. Ну, в целом, даже сбоку машина узнаваема. Вот. Ну, идем дальше. Задняя оптика уже тоже такая более округленная. И плюс она еще светодиодная. То есть там были просто лампочки, а здесь уже светодиоды идут. То есть вот именно стоп-сигнал здесь. Стоп-сигнал и габарит, они светодиодные. То есть гораздо лучше их видно. Потребляют меньше энергии и ярче они светят. Ну, и просто это уже, как бы, более современно. Вот. Ну, что еще? Здесь поменялось место расположения ручки открытия задней двери. Ну, вот. Ну, это, как бы, кому как удобнее. Особой разницы не вижу в удобке. Ну, на другом месте надо и все. Ну, и сам багажничек. Так, в принципе, каких-то серьезных отличий здесь не имеется в плане вместительности, да. Вот. Единственное, что конкретно в этом автомобиле здесь заднее сидение, оно цельное. Ну, вот видите, здесь продолжение пола багажника, оно, как бы, разделено. То есть есть комплектации, в которых точно так же, как и на той машине, разделяется сидушка второго ряда. Ну, то есть это будет более удобно. Ну, и здесь тоже сидение можно регулировать. То есть, видите, вот, есть два деления. Они держат спинку. То есть можно сделать ее сюда пониже, будет посадка поудобнее. Вот. Ну, а под полом здесь все то же самое. Запасочка, докатка, домкрат. Ну, все имеется. То есть багажник, ну, по сути, практически такой же. Ну, и здесь, на пятой двери, точно так же у нас тканевое покрытие. Ну, самое интересное здесь, конечно, в салоне. То есть самые такие отличительные черты у нас на передней панели. Ну, и сейчас про это тоже расскажем, дойдем. А пока давайте присядем на заднее сиденье. Ну, и места для задних пассажиров. Обратите внимание сразу на расположение ручки. Здесь она находится в удобном месте. То есть ее удобно брать и закрывать дверь. Вот. Обратите внимание на изменение дизайна дверей. Здесь пластик идет светлый. Ну, и такой шоколадные вставочки такие коричневые. Ну, приятно на самом деле выглядят. И свежо, современно. Вот. Ну, и само место пассажирское, достаточно удобное. Здесь, на самом деле, тоже не хватает длины подушки, да. Ну, а само сиденье, оно расположено чуть повыше. За счет этого уже себя удобнее ощущаешь, да. Вот. А подголовник здесь уже чуть-чуть пошире. То есть если на него там головой опираться, то уже будет поудобнее. Вот. Но он немножко ниже расположен. Вот его основание. За счет этого он немножко упирается в спину. Ну, он не то чтобы упирается, просто его чувствуешь, ощущаешь. Там его вообще не ощущаешь. То есть здесь вот такой, ну, очень-очень небольшой минус. Ну, его можно приподнять и уже будет удобно. Вот. Расстояние до переднего сидения здесь, в принципе, по ощущению все так же. Вот. Точно так же есть пустота сидений для тех, у кого очень длинные ноги. Вот. Ну, в целом посадка удобная. Потолок, по ощущению, здесь чуть-чуть повыше расположен. Вот. Ну, так сидеть здесь удобно. Ну, и давайте сразу посмотрим, что у нас впереди. И сразу обращаю ваше внимание на расположение дверной ручки. Вот она здесь находится. Это неудобно. Это очень неудобно. То есть всегда рука тянется именно в это место. Ну, конечно, это дело привычки. То есть если поездить на машине какое-то время, привыкнешь. Но рука тянется именно сюда. А здесь ручки нет. Она здесь. Вот. Когда ты сидишь за рулем, то как бы неудобно за нее дверь закрывать. Если бы она была вот здесь, ручка, то вообще невозможно было бы закрыть дверь. То есть просто нужно усилие другое прилагать, чтобы эту дверь закрыть. Когда ручка расположена здесь, то все по-другому. Вот. Ну, и само место водителя. Здесь уже боковая поддержка получше идет, нежели в старой машине. Здесь как бы она не так явно выражена. Но по ощущениям это так. Вот. Подлокотничка здесь, к сожалению, нет. Как нет и того диванчика, который был в машине предыдущего поколения. Здесь есть достаточно много места. Может быть для сумки или еще для чего-то. Два подстаканничка. Сам дизайн передней панели совсем другой, совсем другой. Здесь у нас шоколадный такой коричневый цвет, а здесь бежевый, светлый бежевый. Все это очень симпатично выглядит. Здесь нет такого ощущения, как в той машине, ощущения бюджетности. То есть сюда садишься и уже получаешь какие-то приятные эмоции. То есть в этой машине находиться гораздо приятнее. Руль здесь также регулируется по высоте, но здесь уже спидометр. Он вшит в панель. То есть он отделен от руля. Но рычаг переключения передач здесь точно так же с рулем гуляет. Вот видите. Расположен на руле. Здесь, как и в той машине, есть дополнительные места для разной мелочевки. В пассе первого поколения это место, как мне показалось, чуть поглубже. Но в машине первого поколения вот это место, оно менее вместительное. Но в той машине есть бардачок еще и здесь. А здесь его уже нет. То есть здесь, по сути, вот такой вот открытый бункер. Даже можно сказать, сюда можно много чего навалить на самом деле. Есть такое местечко, чтобы пакетик какой-нибудь повешать. Оно вот так вот закрывается, убирается. Ну и здесь уже стоит мониторчик. То есть сюда его, видимо, предыдущий владелец Японии поставил. И расположение вот этих крутилочек гораздо интереснее. Все это выглядит. Совсем все по-другому. И много богатства этому салону, конечно, дает именно коричневый цвет. В общем, машина за счет этого в салоне гораздо приятнее, чем машина предыдущего поколения. Ну, в общем, здесь что у нас? Другой внешний дизайн, другой внутренний дизайн. Совсем все по-другому. Эта машина выглядит побогаче. Ну и подводим итоги. Как вы заметили, этот автомобиль более привлекательный, как внутри, так и снаружи. Я бы выбрал этот автомобиль, но эта машина дешевле. Поэтому тут, как говорится, на вкус и цвет, во-первых. Во-вторых, у кого сколько денег есть. Поэтому выбирать только вам. Смотрите наши обзоры. И всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!